20 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» завершился ежегодный фестиваль «Студенческая весна», который объединил всех творческих студентов Казанского федерального университета. На протяжении 10 дней ребята вдохновляли зрителей яркими творческими номерами, заряжали их энергией и эмоциями. Последние конкурсные программы представили Институт геологии и нефтегазовых технологий, а также юридический факультет. Институт геологии и нефтегазовых технологий представил необычную историю Лизы, главной солистки группы «Другие лекарства». Героиня потеряла умение петь, из-за чего пыталась вернуть свой голос, ведь до масштабного концерта оставалось пара дней. Свои творческие номера показали театральные, творческие и танцевальные коллективы Евгения Булатова и Александр Кузнецов. Юридический факультет рассказал историю гениального шоколадьевения Амина Вонке. Волшебный сказочный мир приключений и шоколада подарил неповторимые впечатления как о самом герое, так и о шоколаде, который все так любят. Своими номерами поразили зрителей вокальной и вокально-инструментальной ансамбли, творческие и танцевальные коллективы. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций удивил зрителей необычной истории про творчество в виде призрака, чудом появившегося в театре, который исчезает и появляется вновь в сложный период. Атмосферу передали яркие номера от танцевальной студии, танцевальных и вокальных коллективов, вокально-инструментального ансамбля и хора Татьяны Корняковой и Вероники Масловой. На следующей неделе, 29 марта, свои конкурсные программы представят набережные Челнинский и Елабужские институты, чьи выступления точно не дадут вам заскучать, а возможно и удивят с такой силой, о которой вы и не задумывались. Адалина Абдрахманова, Арина Пятнова, редакция Молодежных, телепрограмма «Универ ТВ», «Универ Новости».